Доброе утро, папа! Я нереальный п***. Скоро головкой. Лавируй, лавируй, да не выловлю его. Надо пососать чуть-чуть. Нет, 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 давай, Женя, Плюшенко, общаетесь ли вы сейчас или нет? На про днем тулупе жизнь не заканчивается. У нашей семьи нет места в боли, только преодоление. Сейчас будет тройной прыжок. Дети уж вели, так стыдно будет. Мой последний трюк, ты со мной еще! Всем привет, с вами Лина Федорова. И прямо сейчас я направляюсь к нашему первому гостю. Фигурист, актер, олимпийский чемпион Леша Ягудин. Мы будем говорить о фигурном катании, и не только будет весело, круто и интересно. Здрасте. Добрый день. Мы сейчас вас обогреем и согреем, и чайком, и так далее. Да, спасибо, это очень... Простите за мою шубу. Ну теплая, мне кажется, нет? Пойдемте в тепло, быстрее, быстрее. Вау, слушай, как круто. Это все? Это вот одна елочка стоит у вас? Это все? Не, не все. У нас каждый год есть такой человек в семье, креативщик. Это наша няня. Но наша, потому что и моя тоже, в том числе, зовут Рада. Но это имя Рада, она, конечно, рада другим людям, но она рада, да? Как и зовут нашу имя? Я... Катя. Катя? Ага. Я не знал, что у нас есть еще и Катя. Лиза говорит, хочу научиться играть классическую музыку, там, рояль, фортепиано, неважно. Приобрели вот этот аппарат. Так. И что он здесь делает? Стоит. Собирает. Пыль. Пыль. Все, вот так мы говорим друг другу. Наигрались? Да, Мишель? Пошли дальше. Мне очень нравится вот эта фотография своей супруги. Я не понимаю, почему. Ну, как-то вот что-то из прошлого и бывает таким милым. Мы по-разному живем, но я была нечестна. Значит, первая светлая половина – это Татьмянина, это Мишель и Йорк, который вот сидит вот там. А вторая половина, которая вот так она живет. Что? Когда? Почему? Это, значит, я, это Елизавета Алексеевна, старшая дочка. И Бигель. Вот мы живем в этом принципе как бы… Причем все говорят, снимите розовые очки. А мы решили. Что? Ну так. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Нормально. С этим рикмом Рикор, папа, что мне показал, одиннадцать было. Ну, нестандартно. Видишь, назад ей лепс. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодец. Подожди, отдохни. Молодец. А шпагат? Давай, давай, шпагат. Ну-ка. Вот это уже поинтереснее будет. Давай. О! Вау! Круто! Это твой замок? Я умоляю, хватит. Ты хочешь меня убить или что? Не надо! На! Ах ты! Что? Ах ты! На тебе французского флага чуть-чуть. Это маленькая. На тебе, поняла. На тебе, поняла. Большой семье, как говорится, не щелкну. О, корзина. Это больно, чтоб ты знала. В нашей семье нет месту боли. Только преодоление. Пошла. Марина, Марина, пошла. Ланя, Марина. Все, я устала. Найс, айс, бейби. А почему мы едем не на Порше, а на какой-то странной машине? Потому что в нашей семье все делится пополам. На прекрасное и светлое, и темное мое. Объясняю. Эта машина чистая, туда собаками нельзя, потому что это машина моей жены. Все. Все, выходи здесь, там как не идут. Спасибо. Были какие-то аварии, которые ты можешь вспомнить, что прям просто пипец какой-то? Нет. Попадал вообще? Ну так, чуть задевал, может быть. То есть ничего серьезного никогда не было? Серьезного? Ну, до сегодняшнего момента не было. Ну, единственная авария, конечно, которая как бы в реальности не коснулась меня, но с другой стороны, в реальности коснулась меня, это, конечно, все-таки акцидент на дороге с мамой Тани, из-за которого впоследствии она умерла. Что ж там случилось такое? Ну, улетали на гастроли очередные. Честно, не помню, какой это был год. И улетали в ночь куда-то, а мама Тани забрала двух собак. У нас тогда был вот этот Йорк и Померанский Шпиц. Поехала из Москвы в Санкт-Петербург, к сожалению, по дороге не справилась с управлением. Это была зима, либо ее занесло, либо она заснула. Но вот не доехав 100 километров до Санкт-Петербурга, попала под фуру, которая шла навстречу. То есть ее вынесла навстречу. И, собственно, это авария, которая и, собственно, стала причиной в дальнейшем смерти мамы. Вообще, я помню, я получил права. Права я получил, как только 18 лет исполнилось. Но я имел право быть за рулем, если рядом со мной человек, с каким-то определенным стажем. И у нас в нашей большой группе, у Алексея Николаевича Мишина тренировался, еще такой Олег Татауров. И Олег Татауров, не знаю по каким причинам, он на метро доезжал до моей станции, метро Фрузинская, шел пешком минут 10 ко мне. Мы садились за руль моего автомобиля. Я рулил, мы приезжали в юбилейный. И таким образом возвращались обратно. То есть я доехал домой и говорю, спасибо, Олег. Ну, хороший парень, давал мне возможность попрактиковаться. А сам опять шел пешком до станции метро и ехал еще и на метро. Там непонятно сколько времени. Золотой человек, боже ты мой. Ура, мы идем кататься. А сумку можешь подержать? Нет. Не буду держать сумку. Вот, правильно, правильно ребенок говорит. Все эти мужики на голову садятся и потом ножки свешивают и все. Так вот, по какой причине я всегда и хотел только дочек. Почему такое отрицание? Ну смотри, какая ты миленькая. Смотри, да? Да. Смотри, какая ты миленькая. Ну там, конечно. Да, и посмотри на оператора, который впереди нас идет. Ну зачем нам, Нальчики, в семье? Пускай вот будет красота. Просто надо воспринимать это как будто вот ты хочешь мороженое. Так. Тебе нравится, например, клубничное. Зачем брать тебе шоколадное? Бери то, что тебе нравится и наслаждайся. Стоять. А вот сзади нас подобьет еще дочка. Блин. Как ты настраиваешь себя на неделю? Как ты готовишься? Может быть, есть какие-то упражнения? Или тоже те же скороговорки? Что-то банальное. Никак. Ну давай, задавай вопрос. Я не могу так сказать. Это в экстремальной ситуации работаем. Это мы просто добавим, что Леша будет, который меня на руках носит. Да, давай, задавай вопрос. Поехали. Ну хорошо, хорошо. Что касается твоей партнерши в этом году, это же вообще круто. Расскажи, Алина Загитова, олимпийская чемпионка, как вообще происходило взаимодействие в вашем дуэте? Как ты вообще отреагировал на ту новость, когда узнал, что Алина будет твоей партнершей? Я какашка. Я какашка, которую нужно... Я всегда таким был. Поэтому от того, что Алине первый раз будет со мной, а я уже как бы тут знаю, что куда выходить, нет, наоборот, какой-то, знаете, это даже не прикол был, а эта новость, ну, реально была прикольная, потому что никогда в паре, особенно в новом направлении, как комментирование у Алины, как бы в этом, ну, никогда мы не работали вместе. И помню первые пробы в Останкино. Я, в принципе, много раз об этом уже говорил. Меня удивил тот факт, что на вопрос, я говорю, Алина, ты там какие-то новости читала про себя определенные, определенного характера? А она говорит, да, поэтому я и пошла, собственно, учиться на журналиста для того, чтобы писать нормальные тексты. Я говорю, опа. То есть это первая галочка в моем сознании прозвучала сейчас. Привет, привет, тебя зовет Санта, вон там он, да. Ну вот, и потом второй факт, который стал таким достаточно убедительным для меня, это, безусловно, то, что ей тяжело, да, тяжело. Но есть люди, которые, ну, тяжело и тяжело, все равно там смонтируют, где-то пообрежут, где-то добавят, украсят, монтаж и так далее. А на каждый день на съемку приходил подготовленный. О, смотрите, собаку нашел. И все подводки, которые пишутся по уху, то есть для того, чтобы не тормозить весь процесс, а там понятно, что не только я, не только Алина, но ищу миллиард людей, которые задействованы в этой съемке, чтобы этот процесс не держать, она подходила подготовленная. Для меня это, если честно, такой утверждающий фактор. Смотри, опа, я в корабле. Блин, я знала, что будет весело, но не на такой же сети. Не, весело, когда эти... Осторожно! Когда я тебя сейчас возьму, например, за ногу и... Я не знаю. Ты в танцах каталась или в чем-то там была? В парном катании занималась. Парном. А, парном? Да. Ну, это когда поднимают, крутят и... Да. И оп, и выкидывают тебя. Да. А эту могу поднять. Сейчас? Да. Я очень люблю верхние поддержки. Я даже татьяну тягал. Это полная жесть. Ну, ладно, давайте попробуем. Не, ну, вспомним просто. Блин, а можно кто-то страховать будет? Ты же одиночник. И? Ну, пожалуйста. Умоляю, пожалуйста. Ну, главное, руки не сгибай, помнишь? Нет, главное, чтобы ты ноги сам... Давай. И все, и покрутил. И на одну ножку поставил аккуратно. Оп. Быстрее. Я в шоке. Лежу, может, все, короче, реально. Ну, я говорила. Тогда я буду потихонечку раскрываться. Мне кажется, нам надо было приезжать вчера просто. Я тебе говорил, приезжайте вчера, чтобы мы как раз ходили в баню, и там, выпивая горячий-горячий чай с имбирем и с лимоном. А, вот что Леша пьет в бане-то. Горячий чай с имбирем. Так, а что еще? Понятно. Хоккей, гоночки, дети играют, и я вместе с ними. И с няней в какой-то рай, рай, ну что такое? Я об этом вообще не шарю, вообще. Ну, какие твои будут, я еще еще. Нет, мне просто не нравится приставка, вот это все, что с этим связано, не мое. А, да, потом вот у нас есть такая штука, стопы вставляем, и плюс у нас двойной, в этой комнате вот мечты сбываются. Потому что здесь можно и массаж стопы сделать, и одновременно сыграть в какую-нибудь игру, и пообщаться. Короче, эта комната просто сбыванием мечт. Слушай, ну, получается, если одновременно ноги и руки, это лучше, чем секс, да? Нет. Мы теперь уже на другой локации, не просто где-то на каком-то рандомом катке, а где? Где-где? На катке. Чем? Чем? Ну вот же, вот же, вот же, вот же. Каток Жени Плющенко. И вот, куда бы мы ни шли, мы и приходим, ну, не именно сюда, к нему в гости, а вообще постоянно почему-то тусуемся вокруг льда. Ну, потому что мы профессиональные фигуристы, может? Нет-нет-нет, давай, Женя Плющенко, общаетесь ли вы сейчас или нет? Нет, не общаемся абсолютно на разные круги общения, но хочу сказать, я же здесь, у нас прекрасные отношения. Ну, может, мы тебя затащили насильно? Ну, кто меня знает, тот скажет, Леху бесполезно куда-либо тащить, если он не захочет. Ну, все, тогда погнали кататься. Ну, сейчас вы не общаетесь, правильно? Но, тем не менее, ты абсолютно хорошо, да, к нему относишься? Здорово. Прямо вот сейчас без какого лукавства. Это гениальнейший спортсмен. Откуда тогда цитата, ну, это вырвано из контекста, разумеется, «Плющенко начинающий тренер». А что, он заканчивающий? Ну, он начинающий, разве? Сколько лет он тренирует? Ну, блин, ну, начинающий тренер, на мой взгляд, это человек, который... Еще раз спрашиваю, он заканчивающий? Нет. Сколько ему лет, сколько лет он тренирует? Ну, года два. Ну. Это раз. Второе, а кто сказал, что именно эта фраза звучала про него? Э-э-э, есть люди, которые... Нет, нет. Нет, это я сказал. А почему вы считаете, что это про него? Ну, там так и было в цитате. «Плющенко начинающий тренер». Это уже написали в СМИ? Так. А ты послушай то, что я сказал в эфире. Я что? Никакой связи между Плющенко и начинающим тренером не было. Все, расставил. Ты не дала мне договориться. Я говорю, что Женя гениальнейший спортсмен, который сделал нереальный объем работы за свою карьеру. Единственный, который прошел 4 Олимпиады, и причем все 4 Олимпиады с медалями. С большим уважением, как к спортсмену. Мы заговорили про любимый прыжок. Да, я там показал первый любимый прыжок. У меня это был прыжок, потому что я все после произвольной программы понимал, что я выбрал Олимпийские игры. А второй любимый прыжок был. Это, соответственно, падение Жени Четвернова в элемент. И здесь, ничего не придумывая, те спортсмены, которые говорят, что мы так счастливы, когда наши соперники чисто откатывают программу, это, понятно, полное вранье. Я помню фразу, еще мне Алексей Николаевич Мишин говорил, «Ничто так не радует человека, как горе ближнего». Ну, это проекция на спортивную жизнь. Это чистейшая правда. И прекрасно люди видели, как я прям запрыгал в таком помещении. Не помню, типа это кейтеринг, это для зрителей, для понимания то место, куда спортсмены могут после выступления, до выступления прийти, отдохнуть, перекусить и так далее. И как раз на Олимпиаде я выступал в одних из первых разминок, даже, по-моему, во второй. А Женька выступал в предпоследний или последний, но участников было очень много. И мы откатали свою короткую программу, все чисто, пошли погуляли с Рудольфом Максимовичем Загайновым, с психологом, с которым я работал в то время. И вернувшись, как раз было выступление Жени, и он упал, мы подпрыгнули счастливые и довольные. Поэтому без какого-то преувеличения, мы уже говорим не о физкультуре, а о спорте высших достижений, то, естественно, самые лучшие моменты твои, когда ты все делаешь и выиграешь, а твои соперники падают. Так что здесь ничего удивительного в моем ответе не было. С Викторией Дайнека как раз тот сезон был, и мы в ангаре тренировались, а где все вещи мои, ключи там, ну, нет, ключи остались при мне, документы и все остальное закрыли в основном павильоне. И вот, значит, мы садимся в машину, я понимаю, что надо домой ехать, значит, на мне коньки, документов нет, только ключи от машины. На Арбате меня тормозят, он говорит, очень приятно, документы, я говорю, ну вот, я в коньках, он говорит, поздравляю вас, документы. Долго не мог сотрудник на тот момент милиции понять, в чем дело, но я пытался беседить, но за фотографию для его мамы он меня отпустил. Найс, айс, бэйби. Мне взрослым быть не очень нравится, но я просто в душе такой идиот. Пофигист. Полнейший. Я ребенок, вот как вот, вот там люди катаются, вот я такой же. Вот как человек с таким пофигистским отношением к жизни вообще смог добиться, ну, таких высот? Олимпийское золото, я не знаю, какое-то классное... Причем пофигист, это даже вот мне так, оно не нравится, потому что оно в полной мере не описывает действительно моего пофигизма. А есть другое слово, я нереальный пофигист. И в этом слове все, и оптимизм, и прекрасное отношение к этой жизни. Слушай, давай снимем, может быть, какой-нибудь ТикТок, знаешь, что это такое вообще? Я пользуюсь всеми благами человечества. Короче, ТикТок это, ну, глобально не мое. Давай вот инструкцию по применению, как пользоваться, что куда вставлять и как снимать. Это такое музыкальное, танцевальное действие, которое ты выкладываешь, и просто ждешь, понравится оно или нет. Ты зарабатываешь на ТикТоке уже? Ну, правда, монетизировать на данный момент, мне кажется, ТикТок невозможно. Возможно. Инстаграм, да. Это возможность... В ТикТоке люди зарабатывают миллионы вообще, снимая просто вот такие видео. Может, стоит углубиться в это? Может быть, тебе стоит углубиться в это, потому что... Нет, ТикТок вообще не мое тело. Я тоже не люблю кривляться по поводу состояния, но мне как бы нормально, а ты снимаешь вот, держишь уже полутора суток вот эту камеру над собой, и... А ты вышли... Долгу-долгу никакого. Да неправда над собой. У нас все-таки в ТикТок есть лампа, но не паяльная, к которой вы привыкли. Это лампа, которая делает определенного рода подсветку, да. Субтитры сделал DimaTorzok Как вообще вы переживали всю вот эту пандемию и коронавирус? Нам повезло. В доме есть пространство, есть очень веселая няня, с которой можно поиграть в гоночке, в хоккей. Ну вот, кстати, насчет няни. Такое чувство, честно говоря, сложилось, что за время пандемии ты проводил с ней время не больше, чем с Таней и со своей женой. И баня, и ТикТоки, и игра в карты. Почему так? Потому что у меня жена уходила и самообразовывалась, начиная с девяти вечера, если не раньше. Психология, йога, какие-то книги. А я по состоянию немного другой человек. Ближе к няне. Ближе к няне. Куфимской веселой девчонке под именем Рада. Она просто Рада. Просто Макрады. Точно. Веселая тема пошла. Мы смеялись с Таней на эту тему, что люди, в принципе, что, все разводятся, а наш союз крепчает. Потому что мы не надоедаем друг другу. Когда Таня идет и самообразовывается, я иду в баню, играю в приставку. С няней. С няней приезжали друзья периодически. Ну, кому можно было бы состояние на тот момент. Вас устраивает то, сколько вы получаете? Или можно было бы получать больше? И вы знаете, что люди так, ну, в вашей профессии получают больше. Единственное, что я могу сказать, что период работы, ну, это уже больше трех лет, у Алексея и Статьяны, они сблизили нас. Ну, не столько для меня вот эта работа, она в финансовом плане работа, потому что ребята относятся ко мне как к члену семьи. И я это чувствую на сто процентов. Поэтому на самом деле даже неважно, стало заработать больше. Как бы нет. Это просто такое общее, семейное. Ну, в общем, счастье не в деньгах. Ну, для меня, видимо, да. Прекрасно. Для нас, для меня это семья, и я очень рада, что Даня с Алексеем. Я подчинялся. Вот такие люди. Открытые, да? Ну, как бы, когда с ними живешь, когда находишься каждый день, ну, они хорошие люди. Я жил в роскоши. Ну, кого подробнее, пожалуйста. Роскоши, это простая была коммунальная квартира, и всего лишь одни соседи. Мама и сын. Четыре комнаты в этой квартире было. Две, значит, у нас. Бабушка, дедушка, моя мама и, соответственно, я. И в двух других комнатах были соседи, но совсем, как ты понимаешь, в минимальном количестве. Но я помню, что в какой-то момент мы даже начали вешать замок на холодильник, потому что они периодически воровали у нас еду. И, выходя на кухню, помню, что вот плита была поделена на две половинки, вот одна была постоянно такая не очень свежая и чистая, а наша, естественно, половина была чистяной. Так что, в принципе... В принципе, есть чем... Я вообще вот такой был в детстве. Такого вы еще не видели? Сейчас Леша будет повторять свою грандиознейшую дорожку из программы Сима. Дубок страшный. Ну, Баня, как это круто! Да ладно, даже волчет! Даже сурены! Сюда! И потом... Ура! Ура! Россия! Россия! Мама, я наконец-то уже... Устал? Честно. Ну, здесь даже не надо обманывать никого. Сдох. У тебя даже упала. Что это было? Упала камера. Чуть-чуть нагнулась. Так же, как и у меня порой. Врачи-врачи-врачи. Довольны на зрителя. А у тебя такие звездочки, звездочки везде. И думаешь так, а где же вообще наша радиорубка? На какую сторону мы катаем? Хотя кататься надо на все, естественно. Это же не любительский спорт. Ну, вот так. Ага. Все? Спасибо. Это в Салихарде так было? Это было в последнее время уже несколько лет. Но звезды... Я увидел чистейшее небо над собой. И прям звездочки. Это, конечно, был Салихард. Слушай, ну, тем не менее, тройной тулуп был. И вообще было круто. Ну, на тройном тулупе жизнь... Я надеюсь, не заканчивается. Кстати, по поводу вот окончания жизни... Ага. Очень тема такой, которая меня затрагивает до глубины души. А ты, наверное, читала в интервью, когда я... У меня было два варианта, чтобы поезд мой в депо приехал. Так. Это либо, когда меня сбивает фура. Ага. Ну, раз и все. Без сострадания среди личного состава. Так. Либо в Мурманске... Нет, Норильске, Салихарде с бутылочкой пива. Раз и замерз. А, застыл, да? Застыл. Но недавно мне предсказали еще одну версию. Так, да. На прорубь... Ой, не прорубь, а гладь такая. На озеро, речка. Я прыгаю тулуп последней своей жизни. И под лед. Nice ice baby. Раньше, я помню, я писал письмо от руки, ждал, когда там клеил. Облизывал эту марку, отправлял... Романтика. Да. Это правда? Да. Почему мы сейчас, на мой взгляд, деградируем? Люди перестают искать решения сами. Потому что сейчас есть те предметы, ну, те кадры, которые за тебя все решают. Мы теряем то, что нас всегда связывало. Отношения между людьми. И я всегда это буду говорить, что если бы не моя мама, это чистейшая правда. Разные отношения могут быть с родителями. У меня тоже непростое. У нас просто разные взгляды на то, что происходит и в стране, и в мире в том числе. Но это моя мама, это прям, ну, человек вот прям номер один. Вот я сколько говорю про Татьяну Анатольевну, все прекрасно знают, что я без этого человека, в принципе, не могу существовать. Но все равно завуалировано, а это моя мама. Мы живем в таком обществе, где каждый либо кем-то, либо чем-то недоволен. Не было бы Алины, были бы недовольны еще кем-то. Потому что помимо Алины, там недовольны Бузовой, Исенбаевой, Тарасовой, мной и той нарезкой музыки, которая берется за основу тех или иных компонентов. У нас все всегда недовольны. Пишут петиции, убрать Ягудина с комментирования. Тут же с Александром Гришином мы сидим, приходит сообщение. Алексей, вы можете заткнуться и не разговаривать? Короче, меньше разговаривать. И тут же приходит параллельно другое письмо. Алексей, Александр, а вы можете вообще хотя бы во время проката тех или иных фигуристов говорить, чтобы мы больше знали? Это наше общество. Почему-то каждый считает, что он знает гораздо больше, чем человек, находящийся рядом. И что именно его точка зрения, она самая правильная. Поэтому я защищаю тех, в чьей команде я работаю. Смотри. Маринин и Сомова. Слушай, мне же не интересно, сколько можно там планшета сидеть? Ты же можешь... Смотри, смотри. Запаш на идти, да? Блин, да сколько можно? Ты можешь это отпустить вообще из рук? Выпустить. Сколько мы с тобой сегодня беседуем, ты вообще не отпускал. Что? Что? Так, все, короче. Это мальчик. Не-не-не-не, подожди, я придумала. Давай челлендж. Час без планшета. Спорим не сможешь? Вот спорю на что угодно не сможешь. Смотря на что спорю. На что готов? Поспорить. Ну, с чем тебе будет не обидно расстаться? С тем, чем было обидно, я уже рассталась. Все, что угодно, на деньги, спорим на деньги. Я готов поспорить, но все, что угодно, ты не продержишься. Я выиграю в любом случае, я в любом случае выиграю. Но я выиграю. Сто процентов нет. Я выиграю, я могу, все. Ну, хорошо, давай проверим. Ну, все, смотри. Значит, садишься сюда. Планшет я забираю. Да я посмотрю. Не-не-не-не, час уже пошел. Ну, все, мы тебя оставляем. Рада! Не, реально, я не буду здесь ездить. Лина! Санта, пришли мне, пожалуйста, информацию на весь следующий 2021 год. Я тебя очень прошу. Спасибо за свет, спасибо за съемку. Все. Я терплю, я терплю, я терплю, я терплю. Все, планшет, я пошел. Да идите вы. Найс, айс, бэйби. Я помню, как один фигурист, но это в шутку было сделано, и мы были наготове ему как бы помочь. Он всегда приходил в самый последний момент. Этот фигурист я. А то есть мне не нужна развинка, я прихожу быстро, коньки завязываю и вперед. Я прибегаю в раздевалку. Стоят отдельно ботинки. Отдельно лезвие. Отдельно шнурки. И шурупчики. И все, я в полной панике, потому что им надоело мне говорить, Алексей, там, как же они говорили, half hour, там, типа, 10 минут, все, call, final call, типа, надо идти уже кататься. А я все в последний время, подбегаем, то там сихрулизом как раз гастролировали, что он шляпку забудет, то еще что-то. Ну, американцам, канадцам надоело. И вот я прибегаю в раздевалку, все, паника, но они молодцы. Пока я один винтил обратно, другие ребята тоже мне помогали. Но это было сделано в шуточной манере, но зато эти эмоции вот реально и страха, и смеха в том числе, конечно, останутся. Ну, такие истории учат чему-то? Нет. Я читала о том, что Алина разминается и проговаривает скороговорки с пробками из-под шампанского во рту. Ну, здесь не обязательно из-под шампанского, из-под вина легче идут. Ну, у меня из-под шампанского только. Ты что-то пробовал такое? Ну, просто, да, конечно, я тоже работал с человеком. Ты работал во рту с пробками? Да. Врядно. Это вот вино, вот. Это вино. И все, и ты просто начинаешь разговаривать. На самом деле, мне говорили, что это полный бред вот такими вещами заниматься. Потому что, наоборот, блокируется челюсть, и ты не можешь ее разработать. Ну, у всех просто по-разному, наверное, челюсть готова разрабатываться или нет. Вот смотрите. Вот это побольше какая-то. Вот у тебя, видать, блокируется. Я могу взять другую. Возьмем другую. Ну, просто с этой пробкой во рту начинаешь общаться. И после того, как ты ее вытаскиваешь, у тебя сразу чище звуки. Ну, давай попробуем. Давай корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. Дорогая Линочка, я даже и без пробки во рту не смогу. Ну, давай попробуем, блин. Давай. Давай. Корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. А что, побыстрее? В 22, может быть, и есть возможность еще быстрее разговаривать. Что ж ты все время на мой возраст? 22-40, какая разница? Главное быть молодым душем. Не на твой акцент, а на свой акцент, что я должен уже все выверенно делать в жизни. Потому что я иногда действую на эмоции, и потом мои высказывания мне в плюсик не идут. Корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. Корабли лавировали-лавировали, да не вылавировали. Ну, вот и все. А ты боялась, видишь? Я вообще не боялась. У тебя не заклинило ничего? Нет. Мишель, покажем, как ты с утра меня будешь? Доброе утро, папа! Мишель, а папа не жалко, нет? А он все лицо отдавил. А папе лицо уже... А, нет, ну, что папа лицом иногда работает. Торгует. Реже уже ногами работает, а он чаще с микрофоном и лицо... Как во всей вот этой суматохе, да, в твоем супер-ритме тяжелом и насыщенном оставлять время и на себя, и на семью? Ну, я не приемлю фраз «мне не хватило времени». Но это полный бред, потому что если человек хочет что-то сделать... Ну, вот слушай, вот прости, пожалуйста, я опять иду всегда в примеры, прям жесткие. Если человек хочет, извиняюсь, в туалет, он же сделает все возможное для того, чтобы туалет случился в его жизни, прям в ближайшее лучшее время. И то же самое здесь, ты можешь быть сто процентов в каком-то бешеном находиться ритме, но если ты получаешь кайф говорить о том, что у меня заварили работы, у меня нет времени на что-то, значит, не было желания. Nice ice baby. Надо пососать чуть-чуть. Ну, согреть как бы. И, видите, разницы никакой нет. Давайте ручку спросите, есть там? Да. Давай. Надо трешечку. Трешечку я тебе скручу. Можно? Можно? Ну, можно. Дети ушли, не так стыдно будет. Сейчас будет тройной пушок. Я надеюсь, Леша будет... Только не мешайся. Леша может все! СМЕХ СМЕХ Да! Круто! Да! С каждого по тысяче! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой последний трюк! Ты со мной ещё! Спасибо тебе, лёд, как в 2002-м. Спасибо тебе, Подмосковье. Спасибо, это мои фанаты с 2002-го года. Спасибо, что пришёл на показательные выступления. Спасибо. Теперь банкет и награждение. Субтитры создавал DimaTorzok С кем я в этот момент общаюсь, провожу ли мотивационные лекции, делаем какую-то работу, комментируем, либо выходим с микрофоном в руках, либо где-то выступаем. Я нереально люблю эту жизнь. Ну вот и всё. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите, смотрите, репостите. Делайте всё возможное, чтобы это придалось максимально огласкивать. Именно благодаря вам, дорогие зрители, мы и будем понимать, делать нам дальше, продолжать ли нам дальше, главное, с кем нам дальше общаться. Спасибо!